Голубое топливо В Республике прошли концерты «Россия. Единство. Победа», цель которых – консолидацию общества для поддержки участников СВО. Голубое топливо пришло в дома жителей аула «Верхняя Тиберда». Праздник аульчан разделил и глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, который поблагодарил за терпение, пожелал добра и уюта, и благополучия каждому. О том, как прошло знаменательное событие, расскажет Алла Динаева. Для жителей аула «Верхняя Тиберда» этот ноябрьский день ознаменовался знаменательным и долгожданным событием. Завершили строительство и ввели в эксплуатацию газовые распределительные сети. И теперь в дома более 500 жителей поступит голубое топливо, а в Республике еще на один газифицированный населенный пункт стало больше. В 2021 году состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления Карачаевск-Тиберда общей протяженностью 26 километров. И с этого момента началась поэтапная газификация населенных пунктов Тибердинского ущелья, сказал глава республики. В следующем году мы закончим газопровод и до самого, наверное, уже завершающего этапа, это поселок Донбай, и там уже приступим тоже так же к распределительным сетям. Но в следующем году в котельную Донбая газ у нас поступит. Да, Олег Леонидович? Поэтому для нас это очень важное событие. Я хочу поблагодарить газовиков, хочу поблагодарить лично вас, Олег Леонидович, весь коллектив, конечно, строителей, которые строили. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить жителей Тибердинского ущелья за многолетнее терпение. Но мы с вами видим, что потихонечку мы эти вопросы решаем и в ближайшее время до 1 января 1926 года Карачаево-Черкесия будет газифицирована на 100%. Верхняя Тиберда – это уже третий населенный пункт, который мы подключили к центральному газоснабжению, сказал Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии до газификации очень востребована, а по темпам ее реализации наша республика находится в числе лидеров. Получить газ стало еще проще благодаря региональным мерам поддержки. За счет средств республиканского бюджета строится газопровода непосредственно до дома абонента, а для льготных категорий граждан субсидируются внутри домовые работы и приобретение газового оборудования. С важным событием жителей высокогорного аула поздравил генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Черкес Олег Дергачев. Эстафету принимает Верхняя Тиберда. В скором времени жители Нижней Тиберды и самого города-курорта также получат природный газ. За последние два года действительно нами в ауле Верхняя Тиберда было построено 10 километров распределительных сетей. И сегодня я могу сказать, что все работы завершены и мы готовы к пуску газа в населенном пункте. Верхняя часть аула, которая газовой инфраструктурой пока еще не охвачена, в рамках программы социальной догазификации тоже будет газифицирована. Создана сегодня техническая возможность по 209 домовладениям в ауле Верхняя Тиберда. Подан на заявок 90. Обращаюсь к жителям аула. Просим вас не затягивать с подачей заявок, так как это занимает определенное время. Можете обращаться в «Газпром» и по всем тем каналам, которые сегодня определены. Наша задача заключается как раз в том, что «Газпром» вместе с Республикой обеспечивает, с руководством Республики обеспечивает как раз подведение газа земельным участкам ваших домовладений. Наша задача заключается в том, чтобы каждый из вас воспользовался этой программой. Президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным данная программа объявлена бессрочной. Благодаря поддержке президента России совместной работе с «Газпром» обеспечат природным газом домовладение Верхней Тиберды. Сегодня в домовладение семьи Бойчоровых пришло благо цивилизации. И они радушно встречают высоких гостей, делятся эмоциями благодаря. Ну, спасибо вам большое. Нет предела нашей радости, нашей благодарности. Хочу искренние слова благодарности сказать в первую очередь президенту и жителям, которые столько лет терпели и ждали. Поэтому слова благодарности я обязательно постараюсь передать нашему президенту. От всех нас еще раз слова благодарности вам за такое терпение. Не нарадуется сегодняшнему событию хозяйка дома Айсона Бойчорова. С приходом голубого топлива управляться домашними делами будет легче, а дома сразу стало уютнее, говорит она. День для вас очень значимый? Да. Как будто заново родилась я. Так ощущаю себя. Аладинаева Алиба Станов. Вести. Крачево-Черкесия. Верхняя Тиберда. Также Рашид Тимресов в рамках рабочей поездки в Карачаевский район проверил, как идут работы по реконструкции стадиона «Солок». Готовность объекта более 95%. Реконструированы все трибуны, лестничные исходы и само футбольное поле площадью почти 4000 квадратных метров с беговыми дорожками. Завершается отделка работы по благоустройству территории, вентиляции и отоплению. На территории стадиона установлено освещение. Сейчас активными темпами идет монтаж оборудования. К концу этого года все работы будут завершены. Глава республики дал поручение продумать формат работы стадиона и организовать различные секции для спортсменов разных возрастов. Стадион должен стать местом спортивного развития людей, точкой притяжения всех, кому интересен спорт, как профессиональный, так и любительский. Для многих горожан это место еще и символ побед, неотъемлемая часть богатой истории Карачаевска. Уверен, уже совсем скоро у стадиона начнется новая глава истории, которая будет полна славными достижениями, звонкими именами и яркими спортивными событиями, отметил Рашид Тимрезов. Печальная весть. Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации первая профессиональная карачаевская актриса Роза Хабчаева. Родилась она 27 апреля 1935 года в ауле Гюрюль-Деук и со всем ребенком попала в депортацию. В 1957 году поступила в Ленинградский институт театра музыки и кино, а в 1962 году стала актрисой Карачаева-Черкесского областного драматического театра. После распада карачаевской труппы в 1967 году уходит из театра, работает солисткой хора Карачаева-Черкесского областного радио. В 1976 году Роза Хабчаева возвращается в Карачаевскую труппу областного драматического театра. На ее счету более 100 ролей. По общему мнению, Розе Ибрагимовне легко давалась смена амплуа. Она внесла значительный вклад в развитие и становление театрального искусства Карачаева-Черкесии. Ее знают как певицу, поколение старшее, я уже застал ее как певицу профессиональную. Много песен у нее написано и в фонде радиокомитета Карачаева-Черкесского они хранятся. Она первая исполнительница таких хитов, как Роза, Тавлокосчик Роза, Урайда, ну и многие-многие. Вот она самая первая актриса карачаевского народа. Она ушла из жизни до последних лет, ну года три уже она не работала. Она выходила на сцену и творила чудеса. Уходят хорошие, лучшие. Ну что делать, такова жизнь. И мы все скорбим, и весь наш народ, и балкарский народ скорбит, что ушла из жизни. Зачинательница Карачаевского театра. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы от Карачаева-Черкесии Султаном Узденовым, который находится в республике в рамках региональной выездной недели. Султан Джошарбекович активно включился в работу как по развитию республики в целом, так и в отработку обращений граждан. Султан Узденов является членом комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И сейчас основной профиль его работы – это улучшение экологической ситуации в регионе. Защита домовладений и сельскохозяйственных земель от потенциальных подтоплений. Начиная с 2012 года в целях защиты населения от паводков и предотвращения подтопления в Карачаево-Черкесии капитально отремонтировано 40 гидротехнических сооружений. Построено 9. В настоящее время ведется расчистка русел рек Улу-Хурзук, Тиберда, а также реки Архыз. Начался ремонт дамбы в селе Предгорном у Рубского района, что позволит защитить от затопления 31 жилой дом и почти 16 гектаров земли. В настоящее время Султан Джошарбекович совместно с правительством республики активно работает над решением двух важных задач. Ликвидации несанкционированной свалки отходов в селе Пермамайское и в ауле Адыге Хабль. Станица исправно отметила свой 165-летний юбилей. Эта памятная дата совпадает с другой – 20-летием со дня освящения храма Архистратига Михаила в этом населенном пункте. Станичники отметили праздник богослужением и народными гуляниями. Подробности у Али Баташева. По древней казачьей традиции начинать день следует с молитвы. Клавдия Громова пришла в храм Архистратига Михаила, расположенный в самом центре станицы. Пока в церкви возносились молитвы, на улице готовилось праздничное угощение для престольного праздника. Живу здесь. Живу, огород там, дом, все. Очень рада, что наша станица процветает. Очень люди доброжелательные, замечательные. Вот церковь у нас, батюшка у нас прекрасный такой. И вот все в станице добрые очень люди. Друг другу помогают. Богослужебная жизнь в станице не прекращалась никогда. Даже в годы испытаний, в годы лихолетия, когда храм был разрушен, станичный, тем не менее, был молитвенный дом. И всегда здесь совершалось богослужение. И всегда станичники славили Христа. И не были Иванами, не помнящими своего родства. Памятная доска при входе в храм хранит имена казаков станицы Исправной, награжденных крестами и медалями еще в годы Первой мировой войны. На божественной литургии, кроме праздничных песнопений, звучали молитвы о защитниках Отечества, погибших на полях сражений в годы войн и репрессий, а также тех, кто защищает рубежи страны в настоящее время. После соборной молитвы духовенство и миряне по традиции прошли крестным ходом вокруг любимого храма. После богослужения прошел праздничный обед, а затем все отправились на центральную площадь. От обилия щедрого ассортимента блюд национальной русской казачьей кухни, с любовью приготовленных своими руками, разбегались глаза, а улыбки станичников и народные частушки подчеркивали радость праздника. Мы исправненские девчата, и мы весело живем, и споем вам мы, и спляшем, и по рюмочке нальем. Чтобы станица процветала, необходимо детей побольше в станице и родителей очень хороших и заводных. Одним из самых запоминающихся и ярких событий торжества стал конный проезд. Казачья конница несколько раз проскакала по площади с флагами, показывая свою приверженность казачьим традициям и уважение к своей истории. Любимую станицу поздравили представители руководства района, духовенства, казачества и другие высокие гости. Жители прошли трудный путь становления. От первых переселенцев до передовиков производства. Благодаря мужеству, трудолюбию и соблюдению казачьих традиций, основанных на взаимопомощи и уважении, люди выстояли. Причем к плечу с горцами жители исправно поднимали сельское хозяйство и вносили вклад в развитие региона. Поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, мирного неба над головой, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Самым достойным жителям станицы исправной вручили грамоты и медали. Завершились торжества праздничным концертом и народными гуляниями. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В рамках благотворительной акции «Копилка Победы», реализуемой Единым республиканским штабом поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаева Черкесии, в городах и районах республики прошел концерт «Россия. Единство. Победа», цель которого – консолидация общества для поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции на Украине. Смотрите подробности. С первого дня в специальной военной операции централизованно формируется сбор гуманитарной помощи для нужд военнослужащих. Как и на других площадках, где прошли благотворительные концерты, в фойе Дома культуры Черкеска были установлены ящики для писем и пожеланий нашим бойцам и сбора пожертвований. В торжественной части благотворительного концерта зрителей поприветствовал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Марат Хубиев. Радует и другое, что простые наши люди, откладывая свои личные дела, находят возможность каждый день, я подчеркну, каждый день вносить какую-то свою определенную лепту для того, чтобы нашим ребятам было легче на передовой. И хочу еще раз произвести главный наш девиз – когда народ и армия едины, мы непобедимы. Самых активных участников акции «Копилка Победы» наградили почетными грамотами. Слова благодарности жителям республики за поддержку участников специальной военной операции выразили и депутаты народного собрания. Низкий поклон нашим защитникам, и я уверен, что каждый из здесь присутствующих желает одного – чтобы все наши участники специальной военной операции вернулись к своим семьям, к родным очагам, к своим родным и близким, живыми и здоровыми. С яркими концертными номерами на сцене городского дворца культуры выступили артисты государственной филармонии. Аналогичные концерты прошли и в других районах. Известные артисты республики и районного отдела культуры выступили перед жителями Прикубанского района в поселке Кавказский. Наши сердца бьются синхронно с нашими бойцами вместе. Я думаю, это не просто слова, так оно и есть. Например, администрация района, вот сейчас четыре строительные бригады работают у родителей наших бойцов, которые выполняют свою присягу, участвуют в специальной военной операции. Так что всем миром, я думаю, мы должны одолеть эту чуму. Исполнив патриотические и душевные песни, жители Зеленчукского района своими яркими выступлениями порадовали лучшие артисты и творческие коллективы муниципального района. А полный зал неравнодушных жителей Карачаевского городского округа, который поддерживает наших бойцов, охотно и щедро приняли участие в благотворительном концерте. Все вырученные от концертов средства пойдут на приобретение вещей и необходимой техники для бойцов-участников СВО. Мурат Жантьюзов, Вести Карачаева, Черкесия. 25 ноября в Доме культуры Черкеска пройдет юбилейный концерт городского ансамбля «Казачьи песни» под руководством заслуженной артистки России Лидии Луценко. И сегодня Лидия Гавриловна расскажет о программе концерта, репертуаре коллектива и подготовке к творческому вечеру. С ней встретилась наш корреспондент Белла Джазаева. Интервью смотрите далее. Прощаюсь с вами. До завтра.